Микс Ньюс. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Мы знаем, что несмотря на то, что сейчас не водится чрезвычайная ситуация, пока пытаются с пандемией справиться путем ограничений, но тем не менее целый ряд отраслей бизнеса все равно страдает по понятным причинам. Ну, в частности, что касается перемещений, вот в этих перемещениях мы все сильно ограничены. Сейчас поговорим и об этом в том числе. Ну, в частности, о том, что происходит с авиационной отраслью. Несмотря на пандемию, я знаю, что там есть такой интересный план развития этой авиационной отрасли с точки зрения создания грузовой авиакомпании. Представитель Латвийской ассоциации авиации Артур Скокас и Айвас Ритовс у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. 612-939, 612-13-939. Звоните, мы в прямом эфире, задавайте свои вопросы. Работает и в WhatsApp, вы можете присылать свои комментарии. Вот, Артур, может быть, несколько слов о том, что сейчас происходит в гражданской авиации. Вот сегодня, по-моему, цифра такая была, 71% падения пассажира оборота, если так можно сказать, в фриджеском аэропорту. Ну, если в начале года кто-то сказал, что оборот в аэропорту Рига упадет на 71%, я думаю, что это... Его бы сошлись сумасшедшим, видимо, даже... Да, всерьез бы не восприняли точно. Я думаю, эта цифра наглядно показывает фактическое состояние авиационной отрасли. Авиационная отрасль находится в очень глубоком кризисе. Не только туризм, не только гостиничный сервис, но все компании, которые зависят от пассажира оборота, находятся в очень серьезном кризисе. И если первые пару месяцев этого года были очень успешными, то полное прекращение работы на какое-то время. И потом некоторая надежда в августе, и то, что мы сейчас видим, возвращение второй волны, фактически отрасль очень сильно страдает от этого. И по результатам года, в целом, я думаю, что это падение, действительно, боги, это 60% в среднем по отрасли. И то, что мы, к сожалению, видим, что займет несколько лет, пока отрасль восстановится в плане оборотов, но финансово авиационная отрасль, конечно, истощена. Нет таких подозрений, что, ну, не подозрений, а такое предположение, что мы знаем, что, в принципе, вот авиационный отрасль в мире, но это все-таки мы понимаем, что это миллиардные обороты, по крайней мере, были до пандемии. И было такое мнение, что есть лоббизм, лоббизм вот этих международных авиакомпаний, что они все равно, ну, заставить, не то слово, убедят правительство, по крайней мере, крупных стран, продолжать летать, и несмотря на всю эту пандемию, потому что сегодня мы все понимаем, может быть, весной еще кто-то надеялся, что это какая-то временная инфекция, которая пройдет, но сегодня мы видим, что это как бы надолго, можно сравнивать с гриппом или нет, это пускай уже эпидемиологи решают, но мы понимаем, что вот сейчас уже вторая волна, кто-то уже говорит о третьей волне, что вот просто так это не исчезнет. И мы должны как-то научиться в этом жить, потому что вряд ли мы можем весь земной шар вот так вот закрыть, никто никуда не летает, и все сидят дома. Здесь хочу показать пример, это Люфтганза. На сегодняшний день Люфтганза в день в убытке тратит 20 миллионов евро. И все-таки эта компания не остановлена, все-таки правительство думает и решает, как эту авиакомпанию сохранить. То же самое Айфриландская ЛМ и другие авиакомпании по Европе, они получают поддержку, чтобы перезимовать этот кризис, чтобы потом, когда рынок начнет восстанавливаться, чтобы было на чем и было кому летать. То, что рынок будет восстанавливаться, я думаю, что в этом сомнения ни у кого нет, и пассажиры вернутся на рейсы. Но вопрос, кто будет их перевозить. А в Латвии даже с моделированием ситуации, если бы ее не было, и даже если она появится еще, если не будет этого перевозчика, кто его заменит? Да никто. Я знаю, что я в самом начале сказал, что есть такой амбициозный проект, видимо, он родился еще до этой пандемии, но я так понимаю, что поскольку у нас все-таки бизнес-активность в мире не останавливается, хотя бы, слава богу, хоть это происходит, в том числе грузоперевозки происходит, об этом тоже надо сказать. И есть такой вот проект создания, ну, латвийской такой грузовой авиакомпании, вот латвийская ассоциация авиации, как общественная организация, тоже пытается вот этот проект отстоять, защитить, общаться вот с государственными структурами, чтобы объяснить, что это такое. Может быть, Артур с Патрумаева продолжит. Чуть-чуть расскажите, что это такое, и связано ли это вот с возможным получением еврофинансирования. Сейчас говорят, что вот у нас придет эти средства из фонда стабилизации, а проектов нет. Опять же, говоря на примерах, норвежский лосось очень много экспортируется в Китай. Стоимость транспортировки этого продукта в Китай в Норвегии обходится где-то один доллар за килограмм или даже меньше. Это фактически даже ниже себестоимости транспорта, потому что ясно, что самолет загружается из Китая больше, чем туда. На этом держится очень серьезный экспортный продукт всей Норвегии, и Норвегия зарабатывает на экспорте этого продукта. Латвийский производитель, чтобы ему пойти на этот рынок, он, пока что теоретически, он должен был затратить где-то 4-5 евро за килограмм, чтобы привезти туда также свой продукт. То есть это вопрос уже элементарной конкуренции и ценообразования. В данный момент в мире нет проблем что-нибудь произвести. В наше время проблема доставить этот продукт на рынок реализации. А экспорт, как известно, это все-таки кровь любой экономики и благосостояния. Я так понимаю, что если бы уже была создана вот такая грузовая авиакомпания, то, наверное, с доставкой масок, респираторов, масок, респираторов, всей другой защитной продукции было бы намного легче осуществить, да? Безусловно. В первую очередь пострадали те государства, у которых не было своих грузовых перевозчиков и которые не смогли встать в очередь на эти перевозки. Я бы хотел вернуться к другому. То есть у нас сейчас красивые лозунги, что надо развивать экспорт и так далее. Вопрос, кому наши производители нужны? То есть где мы можем найти рынки сбыта? Не секрет то, что наши товары не конкретно способны по дешевности или по производительности с Польшей или Литвой. Поэтому вопрос, как достичь те рынки, которые с нашими премиальными товарами были бы... Есть у нас и такие, да. То есть суть в том, что наши пищевые производители производят премиум товары, и как достичь рынки, которые не столь насчищены конкуренцией. И мы говорим насчет авиации средней дальности. То есть вопрос, как достичь рынки средней дальности. Это там рынки Африки, рынки Ближнего Востока и так далее. Ну то есть... И в этом заинтересованы производители конкретно. Конкретный продукт, можем там это. И этот проект конкретно о том, как говорил господин Кокерс, как за счет долларов достичь этой рынки. Потому что мы можем и сейчас взять фракты или самолеты за 3,5-4 доллара. Но нам надо перевести груз, который там нужен будет за 20 долларов килограмма. А такого грузов нет. А если мы говорим насчет доллара полтора, который наш проект думает, вот сколько килограмм будет стоить. Тут мы можем уже говорить насчет 10 долларов. А тут уже контекстуально мы можем говорить насчет, вот, например, примера жизни. Сколько в Катаре стоит простая пачка масла? 7-9 долларов. И Лидл... В Катаре? В Катаре. И реально под... Ну то есть, я так понимаю, извиняюсь, что перевернула, что наши радиослушные поняли, там же масло это сливочное не производится. То есть, она, я так понимаю, это импортируется, и поэтому такая цена, да? Да, вот именно. И импортируется туда из Украины под брендом Лидл, вот, импортируется за 7-9 долларов за килограмм. Вот вопрос... За пачку, наверное. За пачку. Да. Я извиняюсь, да? За пачку. И тогда мы можем уже... Представить, сколько килограмм стоит. То есть, можем, там, примеры насчет нашего кармса, например, да? В Баку расходятся кармсы, которые в сумках привозили, там, в течение часа 500 кармсов, вот, сырочки, там, вот, с пашижирным рейсом приводились, и там, в магазине раскупались и так далее. То есть, производители не достигают эти рынки. То есть, особенно по советскому пространству наши сырочки, кармсы, все знают, и тут же это все раскупается. Конечно, и тут есть то, что у нас есть много продуктов, у которых есть вот премьерный сегмент, который по стоимости. У него срок реализации 25-27 дней, и у нас нет иначе вида доставки в этих ненасширщенных рынках, как только авиация. Вот это и обосновано. То есть, это и есть проект, который даст вот дорогу, как наши производители могут достичь эти рынки или экспорт. То есть, без авиации они не смогут эту добавочную, экспортную добавку получить, то есть, или эти рынки достичь. Ну, здесь я хочу добавить, что общая теория авиационных перевозок говорит то, что 1 доллар транспортировки, значит, цена товара на реализацию должна быть минимум 7 долларов. То есть, соотношение 1 к 7. Если транспортировка дороже, соответственно, цена продукта на реализацию, соответственно, должна быть дороже. И здесь, как господин Риттлс уже говорил, важно не произвести, а важно поставить его на рынок реализации за конкурентоспособную цену. И здесь мы реально проигрываем тем государствам, которые находятся вокруг нас, у которых в том числе есть перевозчики национальные, и которые поддерживаются именно национальными силами. Да, вот это тоже интересно, потому что, когда мы говорим вообще, ну, это такой, может быть, не знаю, политический вопрос, экономический, вообще вопрос приоритетов. Когда мы говорим о том, что вот за счет чего мы будем создавать добавленную стоимость, выясняется, что особо много проектов у нас нет. Все говорят о строительстве тюрьмы в Лепе и концертного зала. Никто не против концертного зала, может быть, и тюрьма там нужна. Да, но я думаю, что при всем уважении к концертному залу, он вряд ли это даст ту добавленную стоимость, на которую вообще экономика может рассчитывать, народное хозяйство. Без инфраструктуры, естественно, государство существовать не может, но строительство инфраструктуры для экономики в прямом виде работает, пока строится сама инфраструктура. Инфраструктура построилась, ею кому-то надо пользоваться. Поэтому Ассоциация поддерживает инициативу создания этой грузовой авиакомпании, потому что здесь это даст возможность увеличить производство и реализацию этих продуктов вне зоны доступности на сегодняшний день. Это захват новых рынков, ну, говоря из таких стратегических понятий. Я бы хотел в этом контексте немного обратить внимание на двух других нюансов всего этого. Во-первых, в том, что мы создадим новые рабочие места уже, чтобы инфраструктура вообще, чтобы вот работала, и нам надо техников, которые эти самолеты бы ремонтировали, нам надо... Просто рабочие места. То есть, да, рабочие места, но когда мы создаем вот такой поток груза, есть мультипликативный эффект и при заводах. То есть, им тоже надо менеджеров по экспорту, надо новые смены, которые производят, или новые линии, и так далее, и так далее. То есть, мы создаем уже мультипликативные вещи, но когда вы говорите насчет там тюрьмы и так далее, я бы хотел ассоциацию сделать этого проекта, но там все равно какой-то тюрьма или там какие-то велодорожки, мы говорим им все равно. Ну, то есть, это... Вот у нас только что была закрыта улица Тербатес, да, и все могли там посидеть как в кафе и так далее. Вот эти проекты, которые вы говорите, я бы сравнил вот с дорогим коньяком, рюмки коньяка вот на улице Тербатес. Ну, сколько людей там заказали? Ну, один, два, вот эти дорогие рюмки, вот эти дорогие проекты, которые говорят. А мы говорим насчет потока, то есть, те, которые стоят... Людей заказали 100 чашек кофе, то есть, во сколько вы зарабатываете вот на кофе, на чашке, на умите и так далее, и так далее. Вот это есть поток и есть вот эта добавочная стоимость всей нашей экономики, рабоспособности, семьи и так далее, и так далее. Ну, то есть, потому мы очень перспективно или надеемся на этот проект. Да, может быть, еще такой нюанс, чтобы люди понимали, речь идет о создании какой-то вот государственной авиакомпании, или это все-таки частная инициатива, и от государства требуется, ну, не знаю, там, помощь, тоже еврофинансирование? То есть, чтобы общество поняло, что в программе по ковидовским, то есть, грантам, есть целое отделение того, что будет доступно для экономики грантовские деньги, до проектов. То есть... Для частного бизнеса. Для частного бизнеса, для развития рабочих мест, для развития экспортной способности и так далее. Вот этот проект конкретно идет под эти деньги, под инициативу приватных и так далее. Нельзя это разделить с государством или государственной стратегией, потому что этот проект уже, мы хотим отметить, получил очень хорошую и сильную поддержку в латвийском министерствах. То есть, у нас есть поддержка и Министерства экономики, и Министерства... Сообщений, видимо. И сообщения, и Министерства иностранных дел. К тому же у нас есть и поддержка конкретных заводов, самых больших производителей, и трех ассоциаций. То есть, рыбного, мясного и молочного. Те, которые и есть, главные экспортеры и так далее. То есть, они хотят, чтобы такая компания была и работала, да? Да, конечно. И конкретно знают продукты, которые они хотят это делать. То есть, в проекте уже есть включены шаги по заключению договоров, кому это нужно, да? То есть, для кого эти грузы будут доставлены в этих конечных точках. Да. Давайте примем звонки. В первой части еще успеем принять звонок. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Вы сказали, что, мол, кто придет на латвийский рынок, придут нормальные частные компании. А зачем нам такая государственная компания, например, какая работа, еще будет какая-нибудь другая, которая сосет из бюджета такие деньги, что пускай частные, нет вопросов. Любые компании пусть приходят. Спасибо большое. Да, вот, ну это, наверное, чуть-чуть другой вопрос. Но, в принципе, эта же компания будет частная, чтобы ни у кого не было вопросов. Да, конечно. Это будет частная, которая не из бюджета будет деньги брать, сама будет зарабатывать. И еще главное, что вот те деньги, которые она получит, ей будет контроль и отчетность. То есть, есть задачи и контроль того, что Евросоюз так просто дать деньги не дает. То есть, есть и контроль, есть по рабочим местам и по, так сказать, достижении цели, насчет чего эти деньги выделены. Да, ну это достаточно популярное мнение, что зачем давать деньги авиации, зачем придут частные, не придут частные на наш рынок, потому что они, национальные компании работают на своих рынках. И Люфтганзе, ни Районер, ни Виза, ни придут на Латвию, не будут из аэропорта Рига строить сетки полетные. И инвестиции, то же самое в Аерболтик, если инвестиции, там, 200-300 миллионов, это коммерческое решение, потому что уже экономисты просчитали, что эти инвестиции за 5 лет возвращаются в экономику с эффектом мультипликатора. То есть, 200 вернется, условно говоря, 400, к примеру. Вернется 500, а вопрос другой, если не будет этих стыковок, если не будет возможности из Латвии добраться, там, до 70-80-100 направлений, как пострадает бизнес, как пострадает то же самое экспортный потенциал, туризм и все остальные отрасли, сколько гостиниц останется пустые и безработные. То есть, бизнес сюда не придет, уедут даже те, которые могут здесь и хотят работать. Мы уже сталкивались с моментом, когда массово уезжали из Латвии, потому что здесь нет работы и нет возможности развития бизнеса. Авиация в современном мире – это ключевой фактор, чтобы конкурировать с остальным миром. Привемся буквально на пару минут, не переключайтесь. Продолжаем работу в прямом эфире, говорим с представителями Латвийской ассоциации авиации, в частности, о такой очень интересной идее и таком проекте создания грузовой авиакомпании. Частной, сразу подчеркиваю, это не какое-то там государственное, чтобы кто-то не подумал. Это частная инициатива, как мы констатируем, в первой части есть поддержка отраслевых министерств, есть поддержка ассоциаций, которые производят пищевые продукты и которые понимают, что чтобы доставлять куда-то, в частности, молочку, где срок ограничен, без авиации не обойтись. Ну, естественно, не обойтись авиацией без авиапарка, скажем так. Может быть, чуть-чуть приблизительно вы можете хотя бы характеризовать для частной авиакомпании, иначе будет закупаться самолеты. Что за самолеты? Какие это суммы, так чтобы наши радиослушатели понимали, о чем идет речь? То есть, во-первых, чтобы слушатели поняли, что поскольку у нас есть очень большие цифры, уменьшается поток пашажирского, ну, как мы слышали, 70% у нас поток. То есть, в каждом большом авиалайнере было место и для грозовых доставок. То есть, 20 тонн примерно среднего какого-то рейса можно было взять и груз, то есть, коммерческий. А сейчас, поскольку нет у нас рейсов, нет грузов, нет возможности этого груза отправить. То есть, и вторая вещь, то, что в наши дни поменялся модель бизнеса, то есть, Алибаба или тот же самый eBay или тот же самый Amazon делает свой флот своих подрядчиков, которые отправляют их не грузы. И тут вещь такая, что вот грузовая, вот этот грузовой поток или авиакомпании очень востребованы. Даже борта, переделанные борта, сертифицированные и так далее. Там есть целый ряд вещей. То есть, фактически Алибаба везет сама, условно говоря, да? Или своими подрядчиками. Но дело в том, что есть свой флот Алибабы, который обслуживает Алибабу, да, конкретно. И тут вещь такая, что там даже конкуренция есть, вот эти закупить самолеты, перестроить их. То есть, да, потому что вы не можете летать. Надо перестроить пассажирские самолеты под грузовые. Конечно. И там везде, в каждом этим перестрое есть свои очереди. Надо еще сертифицировать это, найти. То есть, там есть много технических и сертифицированных вопросов вообще дойти до того, чтобы летали. Но мы вот в этом проекте уже разрешено то, что есть или подстроено, что есть самолеты, которые выбраны оптимально для этой цели. Наверное, 2-3 самолета понадобятся, да? Да, конечно. 2-3 самолета средней дальности с грузоподъемностью 42-50 тонн. То есть... Это достаточно большая масса. Наша цель, чтобы латвийским производителям была возможность уже изначально примерно в месяц 400-500 тонн груза доставлять в эти точки рынка сбита. Я так понимаю, что в Литве, в Эстонии такой авиакомпании нет. И, в принципе, значит, есть надежда, что они могут воспользоваться услугами латвийской грузовой авиакомпании, когда она будет создана, да? Да. То есть, нету как такой собственности. То есть, мы говорим, что у них есть компании, которые как агенты фрактуют за эти 3,5-4 доллара. Но за 1,5 доллара или доллара нету. То есть, такая разница, в принципе. Это есть разница, где вот есть вот эта конкретная способность, которая в контексте дает, которые грузы будут экспортированы или будут... Ну, здесь надо добавить, что Эстония тоже последние два года очень большую работу проделала, чтобы тоже создать грузовую авиакомпанию на борты более серьезного масштаба Boeing 747. Ну, вот тут они тоже достаточно далеко продвинулись с этим проектом. Ну, сейчас я не знаю статуса этого проекта, но в этом направлении эстонцы тоже думали и работали. И здесь, опять-таки, хочу сказать, что кто первый в того этапе. Поэтому здесь надо двигаться достаточно быстро, потому что конкуренты к этому мнению все равно придут. И то, что... Опять же, вопрос, почему сделать самим, а не фрактовать? Потому что меняется структура рынка, меняются логистические цепи, и свободных бортов на фракт, на свободный фракт, фактически больше нет. Сейчас подписываются долгосрочные контракты, то же самое Алибаба, у нее 4-5 стратегических фрактовых организаций, которые определяют всю логистику. Фактически мы в этом рынке не участвуем. У нас сейчас есть поток из Китая грузовой, но он достаточно зыбкий. То есть мы зависим от решения других стран, в том числе и России, в том числе и Китая. То есть у нас нет конкурентоспособного предложения не по перевозке, и, соответственно, наши экспортные производители не могут за хорошую цену доставить продукт клиенту. Потому что тот покупатель в Катаре, который закупает масло 50 тонн или 100 тонн, или 100 тысяч тонн продукта, он будет сравнивать цену польского масла и латвийского масла. И вопрос, стоимость производства этого масла в Польше и в Латвии по сути одинаковая. И стоимость, если транспортировка отличается на 2-3 доллара, то мы теряем свою конкурентоспособность. Я хотел просто добавить в другом то, что комплимент латвийскому стратегии аэропорта Риги, что грузовой уже как будто инфраструктура уже подготовлена. То есть аэропорт Риги уже вклал дело в то, что есть грузовое отделение, грузовая инфраструктура уже подготовлена. То есть есть и хаб, как хабная инфраструктура, а вот нет самолетов, которые летели и были использованы. Ну использовали вот эту инфраструктуру, где уже вкладены деньги налогоплательщиков. Ну то есть уже произведено и домашняя работа уже сделана в лидовости Риги. Здесь опять-таки я скорректирую, все-таки аэропорт вложил не налогоплательщиков, а свои заработанные деньги для развития этого направления. То есть в этом плане аэропорт не использовал ни грантовых, ни публичных денег. Что касается, чтобы было понятно нашим радиослушателям, что касается того, куда будут летать самолеты грузовые, ну в ответе, когда они будут созданы, потому что кто-то может сказать, что если по Европе не имеет смысла, есть фуры, все-таки у нас еще пока грузоперевозки по автодорогам открыты, и это дешевле. Я так понимаю, что все-таки в дальние точки планируется лететь. Это не дешевле. Не дешевле? Не дешевле, нет. На средне-дальнюю дистанцию цена перевозки близка, очень одинаковая, очень похожая. А грузов можно перевезти намного больше, да? И быстрее, да? И быстрее. Не больше, но быстрее. То есть самое главное тут оперативность, потому что соугодность этой программы. Да, но еще вещь такая, что две нюансы, когда мы калкулируем. То есть у нас есть, сколько мы платим за деньги. То есть если у нас деньги заморожены месяц, пока доставка идет на этот, это одно. А если у нас там по часам, то есть когда мы обналичиваем уже за этот груз уже денег, это другое. А вторая вещь, да, вы очень правы. Мы говорим насчет Узбекистана, Таджикистана, Пакистана. То есть те рынки, которые нам недоступны с грузовыми перевозчиками. Это не, мы не говорим о Испании или там евросоюзных странах. Да, мы говорим о Африке и так далее. И интересных сразу уже кумулятивных каких-то, да, совместных или новых направлений, которые создаст. Об этом чуть-чуть попозже. Одевайте, пожалуйста, наушники. Примем звонки наших радиослушателей. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, Константин. Но два замечания. Странно слышать насчет важности альцентра отрасли. Если мы помним, мы за последние 4 года вбахли туда почти полмиллиарда евро. То есть 180 миллионов там 3 года назад и сейчас 250. То есть в общей сумме она нам золотая уже. При этом мы не нашли жалкие 15 миллионов для госгарантий. Даже не живыми деньгами, а госгарантий для Рижского вагоностроительного завода, когда он спросил защиту от кредитора. И при этом имея в кармане папку заказов на 250 миллионов евро, которые нам нужны сейчас электрички, дизельные поезда и так далее. Мы готовы заплатить их испанцам. То есть оплатить туда зарплаты, оплатить там рабочие места, оплатить там налоги. Вместо того, чтобы оставить их здесь внутри экономики. И все это было 15 миллионов евро. И мы их не нашли. А полмиллиарда евро для самолетов, которые сейчас стоят, не летают, ничего не приносят, ничего не производят. Происходит увольнение персонала. И мы туда вбущиваем деньги, не получая никакой добавленной стоимости. Где логика хозяйствования, нет идей, кроме национальной идеи собственного авиационного оператора, гордыни. Больше никакого смысла в ней в принципе нет. Неправильно звонишь, я сказал. Нашелся бы перевозчик, все это место пусто не бывает. Пришла бы частная компания. И спокойно бы нашим гостиницам так же привозила бы туристов, если бы был бы спрос. Спасибо. Спасибо большое. Ну, наверное, это такая тема бесконечная. Что какой метод помощи государственной авиакомпании должны оказывать. Ну, мы здесь, наверное, я не знаю, есть что-то добавить. Ну, я бы хотел добавить, да. То есть, я слушатель, который только что звонил, я с ним согласен по полной. Но, добавочно, что я хотел добавить насчет проекта, о котором мы говорим все время в этой передаче, то, что даже те вкладанные деньги, где будут вкладаны, то есть, в эти самолеты, они востребованы, они ликвидны. То есть, вы всегда с прибылью их продадите. То есть, дело в том, что это не флот, который стоит и никому не нужен, это наоборот, это востребованы. То есть, это борты будут востребованы в виде бортов или в виде услуг на эти борты. И это и есть вот главная разница, что по-умному, как дается, то есть, на этот проект по-умному сделан и обоснован на цифрах и нынешнем рынке, всемирного рынка или востребования. Да, вот, наверное, такой вопрос хотел бы еще затронуть, так называемые, ну, возвратные грузы. То есть, летит самолет грузовой с нашими, там, не знаю, молочкой, не знаю, в Узбекистан, в Азербайджан и так далее. А обратного не будет так, что обратно он вынужден лететь порожняком, а это ведь фактически дорогое удовольствие. Вот именно вот это дает и добавочную, это стоимость и так далее. То, что, например, если мы говорим о Африке, да, там очень дешевые уловные квоты. То есть, мы можем привозить обратно рыбу для тех же переработки рыбы, да, или мы можем привозить уже цветы. То есть, у нас в Риме максимум эти, из Кении есть розы, да, то есть, мы можем уже привозить эти розы уже для рынка Швеции или Санкт-Петербург. И цена будет совсем другой, да? Конечно, конечно. Или, например, какие-то товары, которые для хорики и так далее. То есть, дело в том, что это позволяет нам скрещивать этот экспорт или услуги и так далее. То есть, это и есть, вот, если я бы об этом говорил сегодня на передаче или начал, это было бы гроза. Потому, мы начали о том, что обосновано, да, при экспорте. И начали с производителя Латвии, а не из того, что будет. То есть, время покажет, что будет. Но, конечно, потенциал есть очень большой и велик с добавочной стоимостью. Вот еще такой вопрос задам, который, наверное, часто скептики задают. Вот мы знаем, что когда закрылся фактически для нас по большинству товаров рынок России, то, естественно, наши предприятия, в том числе пищевой, начали диверсификацию. То есть, искать какие-то рынки сбыта, добрались даже до Китая. И я сейчас не буду говорить о каких-то там подробно, о каких-то нюансах и особенностях китайского рынка. Но основное, что если дело доходит уже до реального кого-то контракта, они требуют объемы. Мы все представляем вообще население даже одной провинции, многомиллионное. И очень часто мы слышали из уст латвийских предпринимателей, ну, знаете, ну да, такой объем нам будет тяжело поставить. Я почему спрашиваю, нет ли риска, что вот не будет такого количества грузов, 40-50 тонн, чтобы возить на регулярной основе с рижского аэропорта? Для производителя нет проблем увеличить мощности планомерно. Если он знает, что это будет продаваться, да? Если он знает, что это будет на регулярной основе. А один раз вот так сделать большой объем и поставить, а потом мощности работают в холостую. А уже он вложил деньги, да? Это невыгодно, и поэтому мы не можем обеспечить такого рода рынки. А тот объем, о котором мы говорим, там, один-два грузовых направления на постоянной основе, это, по сути, это небольшой объем. Если мы консультируем, и то, что когда уже инициативная группа пришла в авиацию, ассоциацию к нам, они же показали, что у них есть уже намерение от производителей, которые готовы в этом проекте участвовать и совместно заниматься. Но это, как бы, это вопрос курица-яйцо. Да, что первичное. Что первичное. Но я скажу так, без инфраструктуры спрос потребностей не будет. Это то же самое, что, не знаю, не было телефона без кнопок, и нам он не был нужен. Как только он появился, он нам стал нужен, потому что он удобнее, он лучше, он эффективнее. И создает массу возможностей, да. А комментируя вопрос, то, что, вот, зачем нам вливать деньги в национальные авиакомпании, придут там другие, я еще раз говорю, не придут. Потому что, элементарно, посмотрите, в Литве или в Эстонии. Не пришли. Не пришли, нет. И поэтому до кризиса аэропорт Рига обслуживал более 50% всего Балтийского рынка и уже подходил к рубежу, когда уже трансконтинентальные авиакомпании начали смотреть на нашу сторону. Да, сейчас кризис, да, сейчас плохо, да, сейчас надо, главное, надо сохранить. Потому что сейчас потерять то, что было создано, это действительно будет тогда, ну, надо списывать на убытки. Поэтому, ну, я думаю, что мы эту точку невозврата уже прошли, и нам надо поддерживать наших перевозчиков. Притом, я скажу так, не только национального, но у нас есть и частные авиакомпании, есть и SmartLinks, есть и Rafavia. Их тоже надо бы поддерживать, потому что они тоже дают добавочную стоимость. А в общем и в целом наш перевозчик, наши перевозчики, скажем так, они создают в прямое и косвенно 30 тысяч рабочих мест. Много. Много. И представьте ситуацию, что они вот нету, и они уходят в социальную службу получать пособие. То, сколько выигрывает. Я так понимаю, что вот когда будет создана грузовая авиакомпания, я надеюсь, она будет создана, она будет базироваться в Риге, в Рижском районе. Обязательно. Обслуживаться, видимо, это тоже работа людям дополнительная, да. И я так понимаю, что рабочие места, ну, вот все же это, все, что за собой. А это дальше по цепочке идет. Да, однозначно. И сразу интегрировано с Раэл Балтиком, то есть, и так далее. То есть, мы говорим о грузовом хабе между… А, еще интегрировано в Раэл Балтик, мы не успели это обсудить. Да, интегрировано, он сразу интегрировано между Раэл Балтиком, аэропортом и сухопутными перевозками. Но то, что вы задали вопрос, я хотел просто добавить, то, что не знает наш слушатель, что через Латвию идут НАТО-грузы в Афганистан, то есть, но есть пара продуктов, которые наши производители заменили в НАТО-поставках. То есть, от наших производителей пытаются, то есть, афганистанские НАТО-силы. То есть, есть такие пищевые продукты. Да, вот яйца поставляют Балтикову, например, в грузах. То есть, ежемесячно 70 тонн в Узбекистан летают уже сейчас. То есть, эти поставки и так далее, то, что коллега Артур Кокерс говорит, это есть. Если у нас есть запланированное это добавочное производство, тогда капитал или новые линии и так далее, это не вопрос создавать. Вот вопрос был, где вот эту всю продукцию сбить, ну, сбывать, да, то есть, где востребовано. Это проблема, где рынки найти. То, что красиво так сказать, вот будем экспортировать, а вопрос, кому это надо и кто будет за это платить. Но все-таки авиакомпания поможет вот эту вот цепочку поставок организовать, да? Да, мы обоснованно так думаем. То есть, видимо, и тогда наша продукция действительно до стран Азии и Африки сможет добраться реально, да? Да, регулярная основа. Это регулярная основа, что очень важно. Вот, может быть, такой последний вопрос, не знаю, насколько можно делать здесь прогнозы. Вот, ну, исходя из вашего опыта, чтобы создать такую авиакомпанию, чтобы получить все лицензии, может быть, претендовать на европейское финансирование, сколько времени потребуется? Вопрос был, ваш вопрос до того, когда начнутся рейсы или ваш вопрос... Ну, когда вообще создать авиакомпанию и сказать, что, знаете, мы готовы. Мы планируем, что в течение полгода уже будут первые рейсы, но реально, вот как компания, вот как запланировано по проекту, по полной программе, примерно год-полтора. Потому что переделка бортов, сертификация и так далее, это... А, то есть, возможно, придется переделывать борты, да? Обязательно надо будет. Не покупать сразу грузовые? Это вопрос контекста. То есть, мы уже знаем, что у нас есть деньги, вот вопрос, мы уже можем или купить и переделывать, или там готовы, это вопрос цены, и сколько у нас здесь денег, то есть, это уже... Будет ли европейское финансирование, не будет, да? Но, да, но, то есть, когда мы знаем, что есть финансирование, что мы создаем и идем это, то есть, мы так или иначе будем создавать эти полеты, то есть, так или иначе, до того, как будут наши борты готовы, будут перелеты в эти хабы, то есть, мы уже будем поддерживать производителя на счет экспорта в эти точки. Потому, это есть через полгода, мы планируем, что сможем сразу и доставку произвести уже в течение полгода. А проект, который соответствующий, есть и на европейское финансирование, что претендовать? Да, конечно, и поддержкой министерства, и сейчас работаем с комиссией, которая смотрит или рассматривает все заявки на проекты и так далее, да. Ну что ж, пожелаем успехов, потому что, ну, в любом случае сейчас, особенно во время экономического кризиса, надо развивать экспортные возможности, других вариантов-то нет. Спасибо большое. Спасибо.